Дорогие друзья, продолжаем нашу серию интервью с IT-специалистами, IT-предпринимателями. Напомню, что наша целевая аудитория — это родители и это молодёжь. И цель интервью — это заинтересовать вас цифровыми технологиями, научно-техническим творчеством, предпринимательством, привлечь в ряды инженеров, мейкеров, наставников, IT-специалистов. Давайте будем знакомиться, кто у нас сегодня собеседник. Скажи, пожалуйста, как зовут, какое образование, где и кем работаешь, какой опыт работы? Меня зовут Михаил Столтаев. Столтаев образования у меня высшее, ну, заканчивал я политех. Информационными технологиями, ну, конкретно есть специфика, это IP-телефония, то есть современные системы связи, в основном корпоративные связи, да, то есть это не частная, не мобильная связь. Но частичка мобильная у нас там тоже присутствует. Ну, это в основном вот крупные решения, сложные решения для предприятий, для организации, то есть мы делаем так, чтобы звонки можно было фиксировать как-то. Давай вернемся немножко в начало, вот в твое детство. Посещал ли ты кружки по цифровым технологиям? И если у тебя была первая программа, то о чем она была? Мой первый кружок по технологиям был это радиолюбительство, то есть это мы паяли схемы, электроника, там, поиск лис, радиолис и так далее. То есть это не совсем технологии, потому что это были в основном конец 90-х, начало 2000-х, тогда компьютеры не очень сильно были распространены. Но все перевернулось, когда у меня как раз в 2002 году появился первый компьютер, а точнее до этого, в 2001 году, я столкнулся с интернетом. Первая программа, если говорить вот именно прям программа, это было у меня Паскаль, да, то есть это то, что в школьной программе мы изучали. Я уж не помню, что там такое мы писали, но это, то есть, не как бы не моя инициативная вещь, там, как, допустим, у ребят из Пирик, да, то есть они там что-то написали и продали. Мне это было не очень интересно. У меня, скорее, наверное, из такого этапа важного развития, это был мой собственный сайт в 2002-2003 по программному обеспечению. Этот сайт мне приносил деньги. Он мне, по крайней мере, окупал интернет-подключение. Ну, там какие-то небольшие карманные расходы удавалось зарабатывать. У меня даже там с Украины, я помню, были рекламодатели. Вот, то есть было интересно. Ну, и, по крайней мере, это был первый опыт, который мне, как бы, рассказал, что, оказывается, и так можно зарабатывать деньги. Давай тогда поговорим про твою учебу. Вот расскажи, почему ты поступил именно на Вологодский государственный университет, на какую специальность, и как после института искал будущее место работы. Значит, почему я поступил в политех? Здесь больше, конечно, влияние оказало, наверное, родительское давление. То есть мама хотела, чтобы я был рядышком, она не хотела, чтобы я там куда-то в другой город ехал. Ну, а так как я был тинейджер, не получилось. Ну, и как бы я для себя так выносил, что... Да какая разница, на самом деле, где учиться. Вот. Главное, чтобы было интересно. Вот. Я поступил в политех, я поступил достаточно легко, потому что у меня была серебряная медаль в школе. У нас как раз-таки вел пары Александр Владимирович Тупицын. Он тогда был начальником ИТ службы Звербанка Вологодского. Вот. И, то есть, он как раз-таки вот на четвертом курсе очень быстро сделать опредвоту. И много нужно было людей, в том числе вот меня привлекли. И вот мы там тогда как-то сознакомились. Я ему стал интересен как специалист. И уже, когда на пятом курсе я учился, он предложил поработать. Это интернет-провайдер. Он и сейчас до сих пор еще, что удивительно, существует. То есть маленький игрок, который предоставляет услуги, связи для организаций, для крупных. Вот. И, собственно говоря, мне было поставлено там конкретно, я бы хотел биллинг прикрутить. Вот. Но пока я этой задачей занимался, пока я уже тот биллинг, который был куплен в компании, он уже становился немножко неактуальным, потому что тот биллинг считал трафика, а уже тарифы, это, напомню, 2009 год, уже тогда тарифы в бизнесе переходили на безлимит. Биллинговать безлимит уже этой программы было достаточно сложно. Вот. А тут как раз кризис 2009 года совпал. Ну, 2008-2009 года клиенты начали. Я краем уха услышал, что стали убегать клиенты. Вот. И я предложил попробовать удержать клиентов. Вот. Типа, давайте удержу, как бы круто будет. Ну, как бы никто против не был, и мне это удалось. Таким образом я стал внять вообще полностью в деятельность интернет-провайдера, то есть как в коммерческую компоненту, то есть как что-то тарифицируется, какие договора, там, что за что выставляется, как привлекать клиентов. Вот. Так и в техническую часть пришлось грузиться, то есть я, в частности, разобрался, как варить оптику, как ее подвешивать, как ее крепить. Сам это делал много раз. Как настраивать сетевое оборудование, там, Виланы, вот технология, как раз познакомился в момент. Вот, к сожалению, в политехе нас этому не учили. Потому что в компании работало, там, три с половиной человека всего. То есть, когда я там уже начал во все вникать, там, по сути дела, уже ни монтажников не осталось, потому что те, та бригада, те, которые были накосячили, их пришлось уволить, вот, так и Вера не осталась. Ну, как бы он был, но он там был нештатный и выкручивал руки собственникам все время. Вот, а, соответственно, им это не нравилось. Поэтому вот, как бы, когда появился я, я удачно попал на эту, как бы, область. То есть вот как-то так. То есть после... Это вот началось на последних полгода пятого курса, да, то есть когда вот я как раз ГОС издавал, диплом писал, и уже после того, как я выпустился, я продолжил там работать. Десятого года, до конца, там, до декабря 2010 года я там отработал. Хорошо, да, очень интересно. Но давай все-таки еще немножечко остановимся на самой учебе. Вот про студенческую жизнь в ВАГУ. Вот про уровень полученных знаний вот немножко уже рассказал, вот еще вот давай более расширенно. Чем-то кроме учебы еще занимался, то есть какая-то общественная жизнь, спортивная, культурная. И что вообще вот про учебу в универе осталось у тебя в памяти? Что больше всего запомнилось? Интересно. На многих вот особенно специальных предметах, там, третий, четвертый, пятый курс, пожелания нашим телезрителям, если можно так разиться, это если вы студент колледжа или политеха, то нужно... Никто учить вас не будет, если вы сами не будете в это погружаться глубоко и сильно. То есть нужно грузиться прям вот на 100% выкладываться, то есть разбираться. И даже если информации мало, вот что вот в мое время было даже, вот мы курсовики делали по некоторым предметам, было очень непонятно, как делать курсовик. Это мне кажется, и тогда казалось, что это основная причина, почему много курсовиков делается плохо. Потому что нету каких-то явных, четких критериев, как делать. Те методички, которые есть, они достаточно спорных рекомендаций и методик. Но даже если и так, то у нас сейчас открытый интернет, бесплатная библиотека, можно любое творчество применить, и вот это надо делать. И еще надо не бояться спрашивать подавателей. У нас было такое, что мы боялись спросить преподавателя что-то по каким-то проектам, боясь показать то, что мы над проектом либо не работали, либо работаем плохо и так далее, и так далее. Вот этого не надо. Нужно всегда спрашивать, особенно если есть желание какой-то творческий подход сделать к курсовику, там что-то такое новое организовать, то лучше это продемонстрировать преподавателю. Я не думаю, что он накажет. Вот. То есть нужно вот прям прожимать и интересоваться новыми технологиями и преподавателей заставлять новые технологии, как-то включать в программу. Вот, как я и сказал, у нас это было мало, и многое пришлось уже потом доучивать после выпуска. Если говорить о том, что запомнилось, наверное, за обучение в политехе, это, наверное, я скажу, две вещи тоже, они повлияли, скорее всего, на меня с точки зрения развития. Первая вещь – это, когда в 2015 году декан попросил меня поучаствовать в встрече на следующий день с студентами, приехавшими, которые должны были приехать из Голландии. То есть они там, однодневное посещение у них было в Вологде, там, что профильный вуз, типа тоже электроэнергетический у них, там какой-то факультет, ну, какие-то специализации схожие, и вот меня декан попросил, типа, походить, порассказывать про наше обучение, там, поотвечать на вопросы и так далее. То есть и меня бескуражило тогда, что голландцы идеально говорили по-английски. Вот, они все, все студенты, они как американцы были, то есть прям идеальный у них английский язык. Вот, и этот момент, как бы, вот хотелось бы отметить в том плане, что, вот, допустим, те голландские студенты, они считают абсолютно нормальным иметь международную практику работы после выпуска из университета. То есть для них это вообще в порядке вещей и не считается чем-то необычным. То есть хотелось бы, чтобы и английский язык они поэтому, ну, в том числе поэтому, хорошо тянут. На самом деле первопричина английского языка у них в том, что у них фильмы все транслируются в кинотеатрах на языке оригинала. Но, как бы, это дает им очень хороший бонус, когда они выпускаются, они могут работать почти в любой стране мира, потому что они знают английский язык. Вот, а этот язык считается международным, поэтому учите английский. Вот, а второй момент, это уже на четвертом курсе я ездил по программе Work and Travel в Америку как студент, вот, и, соответственно, это тоже дало, наверное, это, наверное, дало такой первый существенный предпринимательский опыт, потому что я работал в Америке в 2008 году сам на себя все три месяца, так как официальную работу я потерял сразу, как только приехал туда. Это, напомню, был кризис в США тогда, в 2008 году. Вот, и, ну вот, да, то есть Work and Travel, программа, она, по-моему, до сих пор действует, то есть очень советую, но я считаю, лучше взять кредит и съездить по этой программе, это потом вернется там с Торицей, окупится в десятки раз. Вот так. Хорошо, да. Ну, я хотел все-таки вот, кроме бизнесовой компоненты, вот расскажи, а где же ты познакомился со своей будущей женой? Это было уже за пределами политеха, это я познакомился на курсах английского языка, это я ходил на курсы, ну, частные просто, как бы в компанию, и вот там было мероприятие определенное, посвященное 14 февраля, вот, и, соответственно, вот, я там ее заметил, ну, а дальше уже пошло-поехало. Ну, просто она же тоже училась в нашем универе, правильно? Вообще, при первоначальной адаптации, да, вот одно дело учеба, там, хотя и, понятно, есть курсовики, диплом, но вот реальный бизнес, был ли у тебя какой-то наставник, вот старший товарищ, который тебе помогал как-то адаптироваться, да, вот какие-то там советы, помощь, вот есть, что об этом рассказать? Ну, если вот так впрямую отвечать, то у меня никакого наставника, по сути-то, и не было. Главный наставник – это жизнь. Ну, такая цепочка событий, скажем так, случайных событий, которые вставили меня, скажем так, в некомфортные условия, приходилось что-то делать, и вот я делал, собственно говоря, да, то есть там в Америке мне пришлось самому на себя работать, потому что меня как бы сократили, и был риск того, что, ну, либо уезжать, либо оставаться, уезжать, как-то обидно. Если говорить про Россию, здесь в Вологде, то вот я рассказывал уже, что я работал в компании Технософт, да, то есть там персонал был, там, копеечный, там, три с половиной человека, соответственно, почти все мне приходилось делать сам, да, вообще разбираться. Были даже такие истории, когда я работаю внутри компании, мне же как бы хотелось сделать в компании лучше, ну, там, клиентов привлечь, да, чтобы мы развивались там. На улице Дальней мне даже пришлось его делать при запрете на производство работ, то есть я исходил из того, что там просто очень много денег в этом проекте, и даже если я сейчас делаю, меня там пожурят немножечко, но когда только первые платежи придут, сразу все претензии растворятся в воздухе. Это мой наставник, это вот проблемы, которые возникали, и я их преодолевал, и, соответственно, после преодоления выходил с новым качеством. Какого-то человека, который, вот одного, если назвать человека, который бы вот мне прямо, вот прямо так и говорил, что вот так надо делать, его не было, я даже больше скажу, наблюдая за работой некоторых предпринимателей в Вологде, директоров, да, там, в компаниях, которые были нашими клиентами, я очень сильно удивлялся, как они так работают, потому что мне даже так подсознательно казалось это неправильным. Я понял, да. Ну, вот смотри, сейчас же ситуация перевернулась, да, теперь ты работодатель, вот и у тебя работают студенты, да, молодые сотрудники. Вот как ты считаешь, ты выполняешь роль наставника? Может быть, на сто процентов, конечно, сложные какие-то инженерные задачи приходится мне брать на себя, вот, да, то есть я не могу абстрагироваться и уйти полностью в управление, то есть мне приходится до сих пор работать инженером. По этой части я не очень хороший наставник и руководитель, потому что я не могу вот перейти чисто в управленческие, менеджерские задачи. Вот, но надеюсь, в скором времени это произойдет. Вот, ну, как бы могу сказать так, что в 2015 году, когда я полностью вывалился в самостоятельное плавание, то есть у меня была фирма, но я совмещал, я был наемным сотрудником и фирма существовала параллельно. Все-таки с 2015 года, то есть это, вот в мае будет уже 5 лет, как, я сильно подрос с тех пор, то есть как бы уже понимания стало больше, как, что надо делать, как себя вести, как клиентов искать, как выполнять проекты, вот, то есть, скажем так, предпринимательских каких-то знаний, так поднакопилось и стало больше. Я не скажу, что я прям гуру. Идем дальше. Вот очень интересен твой опыт непосредственной работы в Соединенных Штатах Америки. тем более, я так понял, у тебя было уже две поездки. Вот расскажи нам, вот чем же отличается, вот, по-крупному Россия и Штаты, вот в плане профессий, в плане цифровых технологий, возможностей для развития, самореализации, как и специалисту вот цифровых технологий или как бизнесмену. Вот поделись, пожалуйста, своими впечатлениями и опытом. Ну, если, тут на отделять, если мы говорим о технологии, то там все достаточно просто, там платят больше, намного больше, чем в России. Вот. но есть как бы другая сторона медали. Таких людей очень много, поэтому там очень жестко компании фильтруют персонал, то есть, поэтому, если есть мечта работать где-то в Америке, да, и достигать успеха, это абсолютно нормальная и правильная мечта, я абсолютно поддерживаю каждого в этом, но надо квалификацию прокачивать до достаточно высокого уровня. То есть, надо, может быть, такой, ну, субъективный критерий, но, как бы, такой неким шагом это надо поработать здесь, в России, или, может быть, даже в Вологде, в какой-то крупной компании, вот, на какой-то сложной какой-то специализации, узкопрофильной, да, то есть, стать хотя бы каким-то экспертом в этой области. Естественно, нужно английский язык иметь достаточно высокий уровень. То есть, с точки зрения комфорта жизни США достаточно спорный, как бы, такое, спорное место для жизни, Европам некоторые страны могут показаться поинтереснее. Вот. Но это субъективно. То есть, очень высокий отбор, то есть, очень высокие критерии требования к кандидатам на работу за рубежом. Поэтому этим критериям нужно соответствовать. И это хорошо на самом деле. То есть, если со студенческих вот времен себя сразу настраивать на то, что ты будешь специалистом не локально в Вологде, а сразу в России, а лучше во всем мире, да, то есть, сразу себе постановку делать именно такую. То есть, вот, это вот такой момент, да, с точки зрения наемного сотрудника. Если мы говорим об предпринимательстве, да, в сфере, особенно, высоких технологий, то здесь уже не все так однозначно. Здесь доспорно, как лучше сделать. Я даже сам для себя пока что еще окончательного вывода не сделал. То есть, на самом деле, можно быть крутым IT-предпринимателем. Вот скажу то, что мне ближе, да, то, что мне ближе, и оно было мне близко, когда я еще сам был в США, вот еще студентиком. То есть, мечту, которую я для себя вынес, я когда там работал, я встречал очень многих не только IT-предпринимателей, а просто предпринимателей, которые сидят в каком-нибудь там Арканзасе, там, в каком-то глухом штате, в каком-то городишке с населением, 15 тысяч населения, условно говоря, Сокол наш, да, или Белозерск, не очень помянутый, и они прекрасно там живут, у них международная компания какая-нибудь, да, вот я помню, какая-то там, что-то, был мужик, у которого было что-то производящее для печати оборудование, штаб-квартира вот в этом маленьком городке, и он никуда, там, в Нью-Йорк, Вашингтон, там, в крупные города ехать даже и не хочет, и на мое удивление, он говорит, а зачем, очень комфортно, да, жить в маленьком городке, но при этом ему ничто не мешает вести международный бизнес, я говорю, а как же вот встреча с клиентами, тогда он говорит, ну, что у нас муниципальный аэропорт, там, на кукурузнике до ближайшего аэропорта крупного города есть международные линии, и все, авиасообщения в США очень разные, вот, то есть, и вот мне захотелось, чтобы в Вологде было так же, то есть, если ты вот ИТ-предприниматель, особенно ИТ, то ты можешь и в Вологде создать международный бизнес, с точки зрения ИТ, это вообще прекрасное время, мы живем, можно оставаться в маленьком городке, строить какой-то международный бизнес. Так, давай поговорим все-таки вот про твои уже планы, да, вот как ты-то свою видишь дальнейшую стратегию развития как бизнесмена, где ты будешь поразвиваться и в чем? Если сейчас правительство нам не устроит экономический коллапс, то я рассчитываю, что у нас обороты продолжат расти, потому что нам повезло немного, да, то есть, здесь тоже вот предпринимательская такая стезя, это часто везение очень большую роль играет, и вот нам немножко повезло, то есть, мы нашли партнеров, которые нас заваливают проектами, то есть, мы эти проекты даже сами не ищем, у нас, то есть, маркетинга ноль, вот, нам и не надо, потому что нам нужно справиться с этими-то проектами, которые есть сейчас, вот, как я вижу, будет происходить, ну, вообще хотелось бы к концу этого года вырасти по обороту хотя бы разиков в 2-3, вот, может быть, и штат у нас, ну, да, штат, скорее всего, подрасширится чуть-чуть, вот, и, соответственно, перейти к более, такой, я имею в виду, бизнесовой, то есть, сейчас мы так больше, как в режиме стартапа работаем, там, какие-то алгоритмическую структуру, да, что вот каждый понимает, за что он отвечает, они, вот, ну, скажем так, достижение операционной эффективности, а, может быть, вот со следующего года опять вернуться к теме маркетинга, да, и уже активно в очередной раз подумать о тех рынках, которые бы, вот, можно было выйти, то есть, вот, я не оставляю надежды, что удастся найти ту тему, по которой найти зарубежного заказчика. Да, это хорошее, да, пожелание к себе. Ладно, смотри, давай вернемся к нашей целевой аудитории. Вот, представь, что ты сейчас абитуриент, стоишь перед выбором, куда пойти учиться, в какой вуз, на какую специальность, вот, твои пожелания абитуриентам, кто сейчас размышляет, а чем заняться, какую профессию выбрать и кем потом работать? здесь очень сильно все зависит от каких-то внутренних желаний и установок. Я бы в ИТ-сферу вообще в целом рекомендовал бы идти тем людям, которые любят аналитически мыслить, да, то есть любят что-то вот ковырять, разбирать, да, то есть у которых есть какое-то воображение по усердному труду на начальном этапе, да, то есть если вы готовы там работать на первое время, там, по 20 часов в сутки, там, но работать не так, что и на изматывание, а так вот, чтобы приятно было, да, то есть такая приятная усталость должна быть, вот, то тогда вот надо идти в ИТ, вот, а внутри ИТ там же очень есть направление, то есть если у вас хорошо подвешен язык, то есть вы любите общаться, тусоваться с чуваками и так далее, тогда вам по ИТ можно идти в менеджерскую какую-то историю, да, то есть это, то есть это умение структурировать, создавать проекты в ИТ-сфере. Очень многие менеджеры в ИТ-компаниях там слабо представляют, как вести проект, цикл проекта, сроки, как качеством управлять во время исполнения проекта и так далее. То есть с этим большая беда есть и остается. Вот, то есть вот если подвешен язык, то это менеджер, да, то есть что-то в ИТ, но где-то вот менеджерское. Если нравится, вот, ну, так сказать, кодить, да, то есть что-то программировать, ну, тут понятно, тут на программистам становится. Единственное, здесь оговорка может быть такая, что сейчас программисты хорошие, хорошо оплачиваемые, это программисты быстрые, да, то есть это программисты, которые владеют инструментами быстрой разработки, быстрого развертывания, быстрого тестирования и так далее и тому подобное. То есть если вы все-таки достаточно долго все это соображаете, вот я, например, считаю, я бы был бы медленным программистом. Вот, да, ну, опять же, это я вынес из обучения в ВУЗе. То есть я могу какой-то написать сложный алгоритм, но как со сверстниками, наверное, я сделаю это в два раза медленнее. Вот. То есть если вы медленный программист, то лучше, может быть, попытать счастье в чем-то другом. Ну, вот, например, менеджером стать. Вот. Либо же вот еще есть направление, оно тоже нормально, но оно единственное суживает вариации. То есть это стать администратором, да, то есть это, условно говоря, такая промежуточная специальность, где ты просто являешься специалистом по эксплуатации систем, которые кто-то разработал. Администратор DevOps, так называемая, есть же специализация, да, то есть это умение разворачивать там сложные какие-то сервера, комплексы и так далее. То есть можно дорасти до этого уровня, и тогда, опять же, вакансий будет много, тем более, что такие вакансии очень часто предоставляются удаленно. Вот это очень большой плюс. То есть можно работать на какую-то компанию, даже московскую, сначала, допустим, да, подтягивая английский язык, стать самым богатым гражданином города Вологды. Да, я понял. Да, и короткий блиц. Вот любишь ли ты свою профессию, да, или у тебя-то, наверное, призвание больше, да, вот расскажи. Да, определенно да, то есть мне нравится то, что я делаю, потому что... Но тут, опять же, наверное, мне это нравится, потому что у меня есть некоторый успех, да, то есть везение, потому что мы развиваемся в работе. Мне нравится, но я иду вперед. Хорошо, да. Какие знания и навыки нужны предпринимателю в сфере IT? Коротко и четко. Хороший вопрос. Ну, больше критическое мышление, скажу. Знания можно получить, прочитав профильную литературу. Нужно иметь причинно-следственные связки к любой теме, которая берется, и второе – это усидчивость. Нельзя бросать, нужно дожимать до... То есть это не знание, это просто самовоспитание, назовем это так. Знания, они сейчас... Бесплатно их можно в интернете дать. Да, согласен. Да, надо уметь эти знания применить. Следующий вопрос. Как распознать себе предпринимателя? Это вот как раз пристекая, наверное, из ответа на предыдущий вопрос, то есть это самокритичность, то есть это... Если вы чувствуете, что тот беседник же вышестоящий по должности вам говорит, а вы с этим не согласны, и вы можете доказать, почему вы с ним не согласны, хотя бы привести пару аргументов, да, что вот поставить позицию вашего собеседника, оппонента под сомнение, вот внутри компании, когда вы наемным работаете человеком, то все, это вот первый шаг к своему бизнесу. Особенно если... Очень рекомендую, если вы чувствуете, что вот то, что начальник неправ, и, допустим, а вы можете сделать по-другому, и вы примерно хотя бы понимаете, как можно на этом заработать, а лучше всего протестировать как-то в упрощенном виде, проверить, опросив какой-то даже круг знакомых, то, конечно, все, вот, все, вы предприниматель 100%. Надо пробовать. Вот предприниматель – это предпринимать. Это надо пробовать. Да, согласен. Хорошо. Еще такой вопрос интересный. IT-предпринимательство – это творчество или это рутина? IT-предпринимательство, я считаю, ничем не отличается от любого другого предпринимательства. IT-предпринимательство – это взятие на себя, принятие на себя риска. Вот. Просто может быть IT-предпринимательство в некотором роде получше, потому что ты зачастую будешь сидеть в чистом офисе, а не месить грязь. Вот. Где-то может быть… То есть в этом плане оно получше. Ну, скажем так, для каждого свое, но здесь оно получше. То есть независимо от погоды, независимо от того, что происходит на улице, ты пилишь какой-то IT-продукт или услугу, сидя в комфортном офисе и попивая смузи. Вот. С другой стороны, это может быть посложнее, потому что IT-предпринимательство – это все-таки результат умственного труда, да, а, соответственно, этих людей, которые тебе свой ум готовы продать, часто может оказаться очень мало на рынке или их вообще не быть по какой-то узкопрофильной тематике. И тогда самореализуется один из худших рисков. То есть это… У тебя есть проекты, у тебя есть потенциал для заработка денег, но ты его реализовать не можешь, потому что у тебя некем его реализовывать. Вот. То есть это сложнее. То есть, условно говоря, там каменщиков, может быть, прудей тех же сварщиков, а вот найти хорошего, быстрого разработчика, особенно в какой-то узкопрофильной теме, днем с огнем не сыщешь, а если ты такого находишь, он может оказаться по цене выше рынка, там в 3-4 раза, да, там, ну, там, зарплату 500 тысяч в месяц ему надо платить. Может быть, там, проект тебе окупит эти деньги, но тебе все равно на разгонку проекта нужно будет сколько-то месяцев платить в убыток такую зарплату, да, то есть там проект может разгониться за полгода, соответственно, ты на 3 миллиона попадаешь убытков, ну, может быть, на полтора миллиона, какая-то часть окупится. То есть здесь сложность в этом, что модель, бизнес-модель, ее завести, то есть моторчик этот завести, чтобы он поехал, нередко становится достаточно сложно, ну, потому что у тебя просто нет денег на это. Вот, поэтому, вот, ИТ-предпринимательство – это риски, так же, как в любом другом предпринимательстве. Надо, чтобы нравилось в этом в целом работать. Вот, и все. Главный бонус, наверное, этого, что есть возможность удаленной работы. Вот, неважно, какой карантин установили, у тебя бизнес будет вести. Если ты магазин откроешь в торговом центре, то попадаешь в ту же, как бы, катастрофическую ситуацию, в которой сейчас все владельцы, у которых магазины, там, продающие разные товары, непродуктовые, закрыты. Вот, и все. Да, хорошо. Какой, по твоему мнению, самый гениальный предприниматель? Я считаю, что такого не существует. Вот, я могу назвать не гениального предпринимателя, а, скажем так, выделить некоторых предпринимателей, некоторых, не только предпринимателей, скажем так, просто людей, которые гениальные маркетологи. Вот, я, как бы, придерживаюсь сейчас парадигмы, что собственник бизнеса, либо генеральный директор, ну, если он, как бы, имеет отношение к владению бизнесом, должен сочетать в себе две вещи. Это развивать маркетинг и операционное совершенство. Маркетинг – это вовнешку, да, то есть, чтобы продукт или услуга продавались, а операционная эффективность – это вовнутрь, да, то есть, настраивать процессы таким образом, чтобы минимизировать издержки, максимизировать отдачу, результативность. Вот, соответственно, гениальные маркетологи, их очень мало на истории, то есть, вот, один из них уже набитый оскоменту Стив Джобс, да, то есть, он гениальный маркетолог, но не Илон Маск. Илон Маск – не гениальный маркетолог, Илон Маск – пиарщик. Он очень хорошо разводит людей на деньги. Ну, людей, я имею в виду, инвесторов, которые вкладывают в его бизнесы, то есть, покупают акции. То есть, вот, например, Илона Маска я сейчас считаю спорной личностью. С Джейнерал Моторс можно отметить, в середине 20 века возглавил Джейнерал Моторс, по-моему, Слоун у него фамилия, или Слоун, я не помню точно, как его зовут, надо вот проверить там. В середине, в начале 20 века он возглавил Джейнерал Моторс и вывел компанию в лидеры. Сэм Уолтон – создатель сети магазинов Walmart. Конечно, гениальный маркетолог, молодец, все классно сделал. И Walmart, благодаря тоже его запалу, до сих пор еще остается прибыльной корпорацией, несмотря на то, что конкурентов в пруд-пруди. И гениальным маркетологом Генри Форд, это создатель компании Ford, он получил успех благодаря тому, что Ford первый, кто предложил концепцию автомобиль для каждого. Стал продавать автомобили для среднего класса. Раньше до него автомобили были для привилегированного класса. Считалось, что это товары привилегированного класса. То есть Ford сделал позиционирование другое и за счет этого охватил огромный рынок. Как мы видим, сейчас компания Ford растеряла былое величие, она уже растворилась там среди многих. Ну, то есть вот, я бы предложил бы нашим зрителям оценивать гени... Вообще, я предложил бы все-таки не создавать кумиров, карго-культов, потому что часто даже у этих гениальных маркетологов типа Джобса или там Слоана или Уолтона, у них очень многое... Мы этого достоверно не знаем, но, возможно, у них даже их гениальные идеи пришли случайным образом абсолютно. То есть нельзя сказать однозначно, что вот они прям сидели, думали, как бы им гениальную какую-нибудь идею изобрести, и вот она им пришла в голову прям вот так. Вот. Вот про Джобса отчасти можно так сказать, потому что он сделал несколько успехов подряд. То есть у него был Apple сначала, потом его когда... Apple 2, я имею в виду, компьютер. Потом его выгнали из корпорации, он успех сделал совершенно в другой области, компанию Pixar. Вот. Да. Потом его вернули, когда в Apple, он уже создал iPhone и вот эти все наши новые современные продукты. То есть, возможно, Джобс вот как раз-таки что-то знал, можно если так загадочно выразиться. Вот. Он вот как-то это, да. Но все равно это не означает, что можно, читая книжки про него, это как-то какие-то там найти, и эти хитрые ходы. Все-таки я не думаю, что Джобс какое-то интервью где-то кому-то дал, где рассказал эти секреты. Вот. Надо просто вот базовый какой-то кибернетический принцип просто взять, что успех компании обеспечивается двумя совокупности факторов. Это качественной маркетинговой стратегии и высокой операционной эффективностью. Если по двум этим направлениям не будет провала, тогда ваш бизнес будет лететь как на дрожжях. В России можно, кстати, в этом смысле посмотреть отчасти на создателя компании ДНС, это Дмитрий Алексеев, это на владельца аэропорта Домодедова Дмитрий Каменщик, вот Сергей Галецкий. Вот нужно вот эти принципы выносить и работать вот в своем деле и стараться придумывать, как эти принципы реализовать, а не копировать действия других людей. Это самая провальная тактика. Никогда не читайте книги миллиардеров, особенно всяких Брэнсонов и так далее. Там написано то, что у вас никогда не получится. Да, хороший совет, согласен. И в заключение, вот представь, что ты только-только закончил университет, у тебя вот в кармане диплом, и что бы ты посоветовал этому выпускнику? Очень коротко и опять же самую суть. Пожалуйста. Если есть возможности уже проэкспериментировать в каких-то собственных начинаниях, то, конечно же, экспериментируйте. Вообще прямо на университетской скамье уже надо экспериментировать. Если есть даже какие-то легкие, какие-то там способы, даже, может быть, убыточные или в ноль предпринимательских каких-то инициатив, то их надо делать, надо в себе развивать, надо приучать себя терпеть боль, ну, то есть провалы. Пусть это будет на небольших масштабах. Если же таких возможностей нет, то устраивайтесь в компанию. Естественно, нужно не лениться и продавливать себя на более качественное развитие, устраиваться в какую-то компанию, лучше покрупнее, ну, посолиднее и так далее, если получается, и параллельно что-то делать свое. Я знаю айтишников, которые, допустим, решили открыть свой там ресторанный кафешечный бизнес. Да, то есть вот кафешек даже в Вологде в последнее время открывалось очень много. Я бы вот на примере вот этого. Смотрите, кто ваша целевая аудитория. То есть будьте уверены, что там у вас она будет крепкая и целевая аудитория, и она не уйдет к васе, который откроет ресторан через дорогу. Критически мыслите. Всегда задавайте себе вопросы. А кто у меня это купит? Вот это самое полезное. Кто у меня это купит? Кому это надо? Старайтесь никогда самому себе не отвечать или там друзьям не отвечать. Все это хотят. Зачастую, когда ответ на вопрос идет, все это хотят, это означает, что никому это не нужно. Если нельзя выделить конкретную аудиторию, ее описать прилагательными, ну, например, женщина 30-35 лет, двое детей, там работа, муж пьяница и так далее. Вот если вот это описание вот такого целевой аудитории сделать невозможно, значит, есть дырка, есть большие риски, что будет плохо. Хорошо. Ладно, все. Большое спасибо. Желаю успехов, дальнейшего развития и здоровья. Спасибо.